Уплыв масс-медиа на громадство, лёс друкованных выданий и информационная безопасность страны. Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич сегодня встретился со студентами и выкладчиками Гомельского государственного университета имя Франциска Скарины. Подробности в материале Ганны Каральчук. Сустреча с министром информации проходила в формате открытого диалога. Молодь цикавила, кого Александр Карлюкевич лечить аутеритетами сирот журналистов и какие лепшие проекты относят до своего профессийного поспеха. У свою чергу выкладчики подяквали Александру Карлюкевичу за поддержку патриотичных напрацовок и выказали хвалявания на конзахаваниях историчной правды про военные подзеи. Министр отзначил, что этот аспект знайшел адлюстрование у концепции информационной безопасности Беларуси. Гучали пытания об лёсе беларусской мовы у СМИ и добрых прикладах сучасной беларусской литературы. Для меня и моих однокрупников эта встреча показалась очень увлекательной, интересной. Мы узнали много нового о молодых авторах и как филологам нам это было полезно и очень интересно. Мне нравится беларусская СМИ. Я часто читаю новости на беларусской мове и считаю, что нужно внести больше беларусского языка в нашу жизнь. Но, к сожалению, у нас не так много людей разговаривают на беларусской мове. Им клевый ритм жития, великая колькость информации – выклик для сучасных СМИ. Кожная редакция повинна размещать шмат новин на своём сайте и в социальных сетках, створать разные мультимедийные продукты и шукать наибольшие запотребованные форматы и темы. У всех это потребует от поведенной профессийной адукации. Это пытание так само вздымалось подчас проведения в Украине семинаров на тему роли мясцовых СМИ в социально-экономичном развитии регионов. И керувники администрации президента, и непосредственно наместник керувника администрации Андрей Михайлович Кунцевич говорили про то, что активность медийная повинна совпадать с профессийной адукацией. Что не глядя на то, с какой профессии кто-то, особенно керувник районной газеты, пришёл на свою посаду, но всё-таки повинен отримать выключно профессийную журналистскую адукацию. Тогда можно будет на высоком уровне говорить и про мультимедийность, и про конвергентность, а самое главное – життяуляция, выкористание всех сил коллектива редакции в выполнении задач в разных осяродях. Далее министр информации разом с ректором университета Сергеем Хахомовым наведал филологичный факультет ВНУ, где працует литературно-осветницкий центр «Патриотика», Центр навучания китайской мовы «Юрыта», кабинет Франциска Скарыны и литературный музей «Альма-Матер», где презентованы книги и выдания выпускников университета. Встреча важна в первую очередь для студентов. Мы пригласили студентов различных факультетов, но в первую очередь, конечно, студентов филологического факультета. Они из первых уст могли услышать ответы на интересующие их вопросы. Я уже говорил при открытии встречи, что министр Александр Николаевич Королюкевич является ещё и писателем. Ганна Корольчук, Яухин Макенко, телерадио «Компания Гомель».